Рисовать Александра Маркова-Ерошек любила с детства. Училась на подготовительном отделении художественной школе, занималась на курсах дизайна и росписи по дереву. Самостоятельно изучала теорию и знакомилась с работами именитых мастеров и новичков. После окончания вуза стала работать инженером-программистом, но любимое занятие не оставила. Закончила курсы для взрослых в той же художке, отправилась в самостоятельное творческое плавание. Решение стать художником, я думаю, ну я уверена в этом, человек вообще не принимает никак. Это должна быть некая такая внутренняя большая потребность, вот и все. А дальше просто работай. Давать название своему стилю Александра не хочет, говорит, что это дело других людей. Сама она характеризует его как смесь реализма, примитивизма и других жанров. Сейчас любимая ее тема – это портреты. На полотнах Александры ее дочь, друзья, знакомые. Любимому делу посвящена каждая свободная минута. Все, что остается после работы, все выходные, отпуска, все там. Ну, это жизнь моя, я не то чтобы там… Это же не хобби, это просто моя вторая жизнь. Так как мы ходим на работу, так же я после работы занимаюсь вот этим всем. Среди покупателей работы Александры не только российские ценители. Ее работы хранятся в частных коллекциях в Канаде, США, ЮАР. Свои картины художница часто выставляет. Недавно в художественной галерее завершилась персональная выставка «Александр. Человек и кошка». Ее работы висят в выставочных залах Москвы и Санкт-Петербурга. «Сложно в самом начале в эту среду как-то войти. Потому что, ну, все равно, хочешь не хочешь, ты не придешь с улицы, да, и неизвестно, к неизвестно кому, да, ты не знаешь, к кому идти, и тебя никто не знает, и, конечно, это очень все сложно. Но когда постепенно в эту среду ты вошел, ты познакомился с людьми, люди тебя познакомили с другими людьми, через художников знакомимся с людьми, которые устраивают выставки. Ну, постепенно. Часть работы Александра будет представлена на выставке художники Сарова в художественной галереи. Ее должны были открыть на Ночи искусств 28 октября, но из-за новых коронавирусных ограничений сроки пока сдвинули. Тем не менее, у художницы много творческих планов и проектов, в том числе и в виртуальном пространстве. Екатерина Опенова, Андрей Махмутов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.